Старый добрый Новый год. Музей камня продолжает традицию в преддверии, пожалуй, самого главного и самого любимого праздника. Уже не первый раз открывает тематическую выставку. Елочные украшения, поздравительные открытки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Все это с большой любовью собрано ивановскими коллекционерами. Коллекция дорога не только сердце, она вообще дорога. Собиралась она, сейчас не могу вспомнить точно дату временную, но где-то лет, наверное, 10 она собиралась. Сейчас коллекция около 300 фигурок Деда Мороза, огромное количество игрушек, огромное количество новогодних открыток. Ну и плюс те предметы старины, которые помогают и позволяют делать такие интересные инсталляции, с помощью которых можно проследить историю празднования Нового года, начиная с нулевых годов 20 века и заканчивая 90-ми годами 20 века. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Следуя этому поверью, центральным экспонатом выставки стал волшебный кристалл Деда Мороза, прикасаясь к которому можно загадать самое сокровенное. Камень светится, когда на него нас направляют лазером. Я загадала желание, потому что он исполняет желание. Еще один удивительный экспонат – самоцветная елка, украшенная минералами и горными породами. Такую, пожалуй, можно встретить только в музее камня. Вверху она украшается горным хрусталем, разновидностью кварца, аметистами, астрофилитами, нефритом. Здесь подборка где-то около 25, кажется, минералов. Вообще очень-очень удивительно. Все взрослые на этой выставке смогли почувствовать себя детьми. Ностальгия по советскому детству и вспоминания захлестнули настолько, что не раздумывая, они закружили в хороводе вокруг кристалла. Каждая игрушка пахла. Тогда, в детстве пахла. Пахла своим каким-то необычайным запахом маска. Тигра, льва, крокодила, я не знаю, которого мы одевали, это были 60-е годы. Вспоминали мы запахи игрушек из папье-маши, игрушек из картона, из грушек, из ваты. Они все были разные. И когда сейчас проходишь по этим стендам, я не знаю, сколько же у нас в голове, какая же база данных, что эти запахи, они всплывают спустя 50 лет или 60 лет. Это здорово. Зарядиться праздничным настроением в музее камня можно уже сейчас. Но выставка продолжит свою работу и после Нового года, вплоть до 14 февраля. Побывать на ней будет интересно и детям, и взрослым. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.